Осмыслить, понять всю глубину предстоящих преобразований и начать действовать. С таким предложением Сергей Морозов обратился к активу регионального отделения Общероссийского народного фронта. Губернатор просил помочь общественную организацию усилить контроль за реализацией нацпроектов. Глава региона также заявил, что ОНФ станет ключевой площадкой по разработке приоритетных проектов для поэтапной реализации послания президента. Это особое квотодоверие региональному отделению Общероссийского народного фронта. Это повысит производительность и дисциплину и степень ответственности за проведенные мероприятия. Полагаю, что в том числе общими усилиями, консолидацией этих усилий мы придем к общему положительному результату. Губернатор встретился с активистами в правительстве, где еще раз акцентировал внимание на основных положениях, которые звучали в послании Путина. Как и глава государства, Морозов начал беседу с демографией поддержки семей. Самая большая ценность нашей страны – человеческий капитал, отмечает губернатор. Сейчас в регионе действуют 33 меры соцподдержки для семей с детьми, 25 из которых – областные. Хотел бы обратиться к вам с просьбой помочь правительству провести тщательный мониторинг наших мер поддержки, понять их эффективность и по результатам давайте вместе подумаем, в том числе о каких дополнительных мерах поддержки семей с детьми могли бы с вами проговорить. Глава региона попросил Общероссийский народный фронт посмотреть глазами народа, а не чиновников на проблему нехватки ясельных групп в регионе. Президент в послании раскритиковал низкие темпы строительства детских садов для самых маленьких по всей стране. Морозов поддержал реформу в материнском капитале. В частности, речь идет о финансовой поддержке при рождении первого ребенка. Почти 467 тысяч начнут получать женщины, родившие уже в 2020 году. Сергей Морозов поручил не обижать рублем в регионе те, кто родился чуть раньше. Давайте мы тоже вместе подумаем о некой региональной программе материнского капитала, которая захватывала бы и часть 19-го. Как минимум, чтобы людям было менее обидно. Я поэтому просил бы Александра Александровича подумать и извесить все за и против о том, как нам вот эту региональную программу распространить на 19-й год. Присоединиться к совместному контролю губернатор попросил активистов движений в части оплаты труда для бюджетников. Проблема, о которой в послании президент заявил достаточно громко. С учетом того, что президент объявил, что новая система будет основана на едином для всей страны перечне надбавок и компенсаций, здесь будет создана специальная подгруппа, которая будет более широко смотреть не только здравоохранение, но и образование. Поэтому посмотрите, если у вас будет желание войти в состав этой подгруппы. В свою очередь, каждый из общественников доложил о текущей ситуации по выполнению нацпроектов. Итоги общественного контроля неутешительны. Особенно, что касается безопасности и качественности дорог, ведущих к соцусереждениям. Только в областном центре Народный фронт проверил пути к 23 школам. И все они не выдерживают никакой критики. Паспорты безопасности не приведены в соответствие. Лукавство было первое. Это мы только по семи школам посмотрели. Обратились в Министерство образования и в Управление образования. Друзья, проанализируйте, пожалуйста, по всей области. Для того, чтобы привести в соответствие паспорта безопасности. Сергей Морозов просил разобраться со всеми вопросами в кратчайший срок. Но главное, как отмечает губернатор, чтобы о всех изменениях знали люди. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ.